Здравствуйте! В прямом эфире новости. В студии Илья Райшев. Коротко о главном. Наталья Комарова сегодня работала в Нижневартовске. Губернатор осмотрела место происшествия, а также встретилась с пострадавшими жителями города. В Нижневартовске начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда. Их получают жильцы пострадавшего дома по улице Мира. Четверо вартовчан, пострадавших во время обрушения конструкции дома, продолжают лечение в больницах Югры. Сегодня в Нижневартовске объявлен траур по погибшим жильцам обрушенного дома. Напомню, трагическое событие произошло вечером 4 декабря на улице Мира. По основной версии следствия, в квартире у одного из жильцов многоэтажки взорвался газовый баллон. Это привело к обрушению перекрытий нескольких этажей. Поисково-спасательные работы длились три дня. В них были задействованы все экстренные службы Нижневартовска, а также сотрудники регионального управления МЧС. В результате из-под завалов извлекли тела восьми погибших, четверо из которых дети. Сегодня Наталья Комарова работала в Нижневартовске. Рано утром вместе с главой города и начальником главного управления МЧС России по югре губернатора осмотрела место происшествия. Также встретилась замминистра страны по делам ГОИЧС. Как сообщил Анатолий Супруновский, работы по разбору завалов полностью завершены. Сегодня же к монументу «Добрый ангел мира» Наталья Комарова возложила цветы в память о погибших. Наталья Комарова встретилась с жильцами пострадавшего дома. Разговор продлился более двух часов. На встречу пришло более 50 человек. Вопросы, которые задавали люди, в частности, касались предоставления жилья из маневренного фонда города и сохранности личного имущества в пустующих квартирах. Также на этой встрече глава региона дала поручение. Дело в том, что экспертиза по проверке состояния дома займет приблизительно до трех недель. Многоэтажка все это время будет под охраной. Так вот, в целях соблюдения техники безопасности муниципальным властям поручено выделить складские помещения под вещи жильцов дома. Кроме этого, людей интересовали выплаты положенных компенсаций и восстановление утерянных документов. Все, что касается единовременной выплаты, материальной помощи, все распространяется без ограничений. А кто из ОМВД сегодня работает здесь? Человек управления. Да, значит, тогда сейчас возьмите, пожалуйста, заявление у гражданки и проведите все, организуйте всю работу по установлению личности. Кроме вопросов и просьб о помощи, от жителей звучали слова благодарности в адрес, кто работал на ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Работы были на высоком очень уровне проведены, спасательные. Организация была, я, честно говоря, был в шоке. Я зашел в школу, там бегало несколько человек, они все пытались мне помочь, и все мне дали заявление, дали то, мне помогли спасти кошек моей 84-летней матери. Забрать деньги. Большое вам спасибо от нас, потому что работа была сделана на высоком уровне. Сегодня в Воскресенском кафедральном соборе Хантамансийска прошла панихида в памяти о погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске. Накануне митрополит Хантамансийский и Сургутский Павел выразил соболезнования родным и близким погибших. Хантамансийская епархия оказывает помощь пострадавшим. Так, священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Нижневартовске протеерей Валерий Басакин посетил пункт временного размещения пострадавших в гостинице «Аэропорт». Батюшка пообщался с людьми, совершил еле освящения желающих, подарил иконки. Отец Валерий постоянно находится на связи с пострадавшими. По поручению губернатора Югры в Нижневартовске начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда. Их получают жильцы пострадавшего дома по улице Мира. Речь о тех, кто проживает в третьем и четвертом подъездах. Именно здесь произошло обрушение конструкции здания. Всего это 33 квартиры. Жилье выделяется исходя из состава семьи и ранне занимаемой площади. Добавлю, что маневренный фонд – это благоустроенные жилые помещения в домах, расположенных в новых микрорайонах, а также в старой части города. При выделении квартир специалисты работают с каждой семьей индивидуально. Предлагаем гражданам жилые помещения маневренного фонда. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, которые проживали в третьих и четвертых подъездах, по первому и второму подъезду. Пока решение не принято, граждане находятся либо у знакомых и родственников, а также в гостинице, которая предоставлена, это гостиница Аэропорт. Экспертиза по проверке состояния дома по адресу Мира 6А займет приблизительно до трех недель. Дом все это время будет под охраной. В целях соблюдения техники безопасности муниципальным властям дано поручение выделить складские помещения под вещи жильцов дома, в котором произошло обрушение межэтажных перекрытий. После обрушения дома один из его жильцов остался сиротой. Это 17-летний сын погибшей Елены Ковалевой. Власти региона окажут всю необходимую помощь подростку. Директор окружного департамента социального развития Тереза Пономарева рассказала, что его опекуном станет родной дядя. Мальчик получит от округа единовременную выплату в 100 тысяч рублей и еще 25 тысяч рублей от местной администрации. Кроме того, когда будут оформлены все документы по смерти матери, сиротеп полагается 1 миллион рублей. Администрация Нижневартовска взяла на себя организацию похорон погибших при взрыве газа в жилом доме. Завтра и предположительно в четверг горожане смогут проститься с двумя семьями. Даты похорон по остальным погибшим жильцам в доме 6А по улице Мира будут известны до конца сегодняшнего дня. Власти муниципалитета предоставили родственникам право самим определить, где, как и когда они желают захоронить своих близких. Четверо вартовчан, пострадавших во время обрушения конструкции дома, продолжают лечение в больницах Югры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Два человека сейчас находятся во вожоговом центре Сургута в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Врачи делают все возможное для спасения их жизни. Еще две пациентки в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы. Их состояние стабильное, с положительной динамикой. В Нижневартовске из-за инцидента в школе возбудили уголовное дело по признакам статьи «Халатность». По версии следствия, причины, повлекшие развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры, либо бездействия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А также самой школы. Они вовремя не пресекли конфликтную ситуацию. Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении 14-летнего школьника, который напал с ножом на сверстника. Сейчас потерпевший находится в реанимации с множественными ранениями. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, причинение тяжкого вреда здоровью предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подросток, к слову, уже вступил в возраст уголовной ответственности. Будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению конфликтной ситуации. По результатам проверки информации о том, что конфликт имел длительный характер, следователями будет дана оценка полноте и достаточности мер, принятых должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учеников. Добавлю, что сегодня в Нижневартовске работает межведомственная комиссия, в которую вошли представители окружного департамента образования, а также региональной полиции. Вот как комментирует ситуацию главный внештатный педагог-психолог Ирина Мусатова. Я цитирую. Проведены беседы с детьми, родителями и педагогами. Определены болевые точки, которые требуют особого внимания принятия управленческих решений. Так будут приняты все меры для повышения эффективности деятельности психологической службы в школе. Каждый ребенок и родитель должен иметь возможность обратиться за помощью. Также востребована помощь в разрешении конфликтов специалистами школьной службы медиации или примирения. В этом году в образовательных организациях Югры внедрена единая модель деятельности таких служб. Конец цитаты. В Нижневартовском районе открыли первый автозимник Былина-Зайцева речка. Специалисты обследовали сезонную дорогу и признали ее пригодной к эксплуатации. Кстати, это самый короткий зимник в муниципалитете всего 14 километров. Традиционно его открывают первым. Допустимая грузоподъемность сейчас здесь 10 тонн. Всего в Нижневартовском районе этой зимы оборудуют 5 зимних автодорог и 8 ледовых переправ. Их планируют ввести в эксплуатацию до 25 декабря. Добавлю, что 1 декабря в Югре открыли автозимник, который соединяет дорогу Хантамансийск-Таллинка и поселок Белогорье. Его протяженность почти 20 километров. Всего же в регионе до 25 декабря собираются открыть 57 сезонных дорог общей протяженностью почти 2500 километров. Конечно же для нас это событие имеет огромное значение. То, что сейчас наши былинцы могут приезжать в Зайцевую речку, могут приезжать в магазины до установки ледовой переправы со стороны города. В магазины к нам в Зайцевую речку, в больницу на обслуживание. Они могут приезжать и выезжать от нас в город Нижневартовск как на своем транспорте, так и в принципе пересаживаться здесь на рейсовый автобус, который у нас сейчас уже работает по маршруту Зайцевая речка Нижневартовск 4 раза в неделю. В Сургуте откроется пункт приема вторсырья на переработку. Город стал третьим в Югре, где будут работать экоцентры. Причем их откроется сразу два филиала. Оба будут работать на территориях крупных супермаркетов в зоне наибольшей проходимости. Словом, организаторы экоцентра стремятся сделать их максимально доступными для горожан. Здесь будут принимать до 12 видов вторсырья. Различные виды пластика, бумагу, картон, алюминиевые банки, стекло и батарейки. Югра экология заключила соглашение с фирмой Дюрасел. И все сургутские батарейки будут отправлять на переработку в Челябинск. Из пластика будет производиться тротуарная плитка, скамейки, заборы и многое другое. В пунктах приема оборудуют просветительские площадки. Здесь будут обучать сургутян, какие виды пластика можно переработать, а какие упаковки и вовсе не стоит покупать. Кстати, бонусы от сданного вторсырья получат местные школы. В каждом городе, в каждом экоцентре будет такая таблица, в которой будут перечислены все образовательные учреждения города. И любой гражданин, сдавая вторсырье, будет отдавать таким образом свои баллы за определенную школу. По итогам года будут подведены итоги и школы получат компьютеры, интерактивные доски и всевозможные подарки. Расходы на господдержку семей. Так называемый детский бюджет в Югре в будущем году увеличат. Он составит почти 135 миллиардов рублей. Это на 15% выше, чем в прошлом году. Напомню, с 2017 года в регионе отдельно выделяются комплексные расходы на государственную поддержку семей и детей. Часть их идет на многодетные семьи. Что это за помощь и как она влияет на бытовые чания, Югорчан, расскажет моя коллега Регина Гауфе. Очаровательные улыбки, заученные движения танца и даже специальный ламподдержатель для телефона выдают в девочках Гайсиных юных блогеров. Нелли и Алина снимают видео для Ютуба и ТикТока, часто привлекая к этому младших сестер и даже маму. Мы придумываем всякие тренды. И больше всего снимаем дома. Родители юных блогеров Анастасия и Айдар. Их старшая дочка ходит во второй класс. Самая маленькая всего полтора года. Анастасия ухаживает за детьми, Айдар трудится в нефтяной компании электрогазосварщиком. Их семье уже почти 10 лет, однако знакомы многодетные родители еще со школы. На Новый год мы собрались с моей семьей. И вот он неожиданно в 12 часов ночи прибегает ко мне, просто садится на колено. Все перед родителями. Это мне еще 17 лет было тогда. Ну и все. Родители сразу сказали, ладно, хорошо. И вот с того момента мы дружим. Потом через 5 лет мы поженились. И вот пошли дети через год после свадьбы. В выходные вечера семья проводит вместе. Живут дружно. Вместе играют в настольные игры, делают уроки, помогают по дому. На вопрос, легко ли быть многодетной семьей, Анастасия с улыбкой пожимает плечами. Они у меня погодки. Я поэтому не знаю, как быть по-другому. Мы все вместе всегда. Ну и конечно, это профессия для лентяев. Много надо времени на них, на всех. Забот. Ну, мне нет. Я привыкла. Хорошим подспорьем для многодетной семьи стала поддержка от округа. На средства югорского материнского капитала они взяли в ипотеку квартиру в новостройке. Помогает и оплата проезда для детей, и компенсация части оплаты за коммунальные услуги. Причем на четырех дочках семья Гайсиных останавливаться не планирует. Уверены, что следующим ребенком у них обязательно будет мальчик. А вот у семьи Родионовых вместо розовых стен и игрушек машинки и футбольный мяч. Артем и Анастасия воспитывают трех сыновей. Старший учится во втором классе. Младшему скоро исполнится четыре. Спортивные, активные и очень дружные. Каждый год они участвуют в турнире «ГТОшная семья» в творческих и спортивных мероприятиях. В этом году на окружном конкурсе «Семья года» победили в номинации «Молодая семья». А история их началась с тур слета, где супруги познакомились. В это время они оба были пятикурсниками, которые быстро нашли общие интересы. Он на самом деле занимался волейболом. Я училась на спортфаке. И вот когда мы там встретились, для меня, конечно, что за мальчик такой высокий ходит тут. Будет всех по утрам. Мы на базе были с ночевой. То есть у нас был тур такой. И нет, конечно, я не предполагала, что мы с ним поженимся, и у нас будет трое детей. Если бы лет 20 назад мне сказали, что у тебя будет трое детей и три мальчика, нет, я бы никогда не поверила. Самое сложное в воспитании троих парней – найти к каждому свой подход. У всех свой характер, рассказывают молодые родители. Порой бывает сложно, но оно того стоит, уверены Родионовы. А когда ты домой приходишь, и вот эти глаза красиво смотрят, мама, 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 пойдем, пойдем. Даже папа у нас бывает уезжает в командировки. Я так соскучился, я так соскучился. То есть, ну, не передать это чувство и ощущение. Хорошим подспорьем для семейного бюджета стала и поддержка от округа. Это и льготный проезд на детей, и компенсация коммунальных расходов, и бесплатное питание в школе. Квартиру они также приобрели, воспользовавшись субсидией после рождения третьего ребенка. Это лишняя копейка, она всегда в семье нужна. Тем более дети растут прям как на дрожжах, и вещи едят. А едят-то сколько? Пусть, конечно, будущие родители не пугаются. Все это... Нет, помогает, конечно. Безусловно, приятно, что в нашем округе так поддерживают многодетные семьи. Такие же меры поддержки получает и семья Марковых. Жанна и Осип живут в счастливом браке 19 лет. После рождения второго ребенка они поняли, что двое детей это мало. Итак, Марковы стали счастливыми родителями пятерых. Три сына и две младшие дочки. А когда их уже встает три, и там и дальше, уже это гораздо легче встает. Уже и опыт появляется уже больше. Уже знаешь, что и как. И в воспитании. И где-то, если приболел ребенок, уже знаешь. Тут же старшие помогают. Да, и старшие уже начинают помогать. И даже, наоборот, легче. Чем дальше, тем легче. Старший Константин учится в 11 классе. Он занимается спортом, участвует в городских и всероссийских конкурсах и акциях. Как его братья и сестренки. Самая младшая в семье только начинает активную социальную жизнь. В этом году она пошла в первый класс. У всех домочадцев есть увлечение по душе, будь то спорт или искусство. А еще Марковы всей семьей каждый год участвуют в Лыжне России и издают нормы ГТО. Это мы придумывали всей семьей. Герб наш, семья Марков. Голуби – это символ любви, мира. Вверху у нас дом. Это самое главное. Дальше у нас идут колокольчик и подкова. Это реликвия нашей семьи. Тут у нас образование, спорт и творчество. Это то, что наше, неотъемлемое. А здесь у нас ромашка. Это символ семьи ромашка. А в этом году Марковы стали победителями федерального этапа конкурса «Семья года». Всего в нем участвовало более 300 семей со всей России. Причем в Артовчане – единственные представители Югры, которые дошли до финала. И забрали главный приз. Все сложности, уверены Марковы, преодолимы. А большая, дружная семья, в которой все поддерживают друг друга и помогают раскрыться, и есть настоящее счастье. Регина Гауфа, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Нижневартовске нашли способ решать семейные конфликты. Причем играючи для работы с парами в местной психоневрологической больнице внедрили эмоциональный тренажер. Он создан на основе когнитивно-поведенческой психотерапии и помогает быстро определить трудности во взаимоотношениях. А главное – найти пути решения. Это уникальный практический инструмент, создан для проработки многих ограничений и сопротивлений у человека. Тренажер помогает семье сформировать бесконфликтное общение. Работать в этом направлении можно в онлайн и в оффлайн формате, что делает процесс более простым и доступным. Сургутские школьники пишут новогодние письма добровольцам и мобилизованным югорчанам. В образовательных учреждениях идут навстречу тем, кто решил поздравить военнослужащих. В девятой школе, к примеру, выделяют кабинет и время для этого. Образовательному процессу это никак не мешает. Творческий урок проходит после основных. В одном помещении собираются учащиеся разных классов. Школьники помладше чаще рисуют открытки, а старшеклассники пишут пожелания. Как и любое сочинение, учителя проверяют эти тексты. Подобные акции в школах проводятся регулярно. С начала СВО были отправки к 23 февраля, к 9 мая, в сентябре и вот сейчас к Новому году. На моем рисунке изображена зима, Новый год, новогодняя атмосфера. Я рисую новогоднее поздравление солдатам и жду, чтобы они поскорее вернулись живыми и здоровыми. Детям очень нравится. Они всегда приходят с хорошим настроением. Но, правда, когда пишут письма, у многих из них текут слезы. Чаще всего это девочки, конечно. Они очень сентиментальны. Каждая из них представляет, что там может быть кто-то из родственников, отдаленный, кто пришел по призыву. У нас очень много призвано и мобилизовано родителей. Поэтому кто-то пишет своему папе уже, своему брату, дяде. Культурный обмен Башкирия-Югре. Предметы этнографии, быта башкирского народа, декоративно-прикладного искусства. Всего более 100 экспонатов находятся сейчас в Музее природы и человека. В Хантамантийске. На выставке Мираз побывал наш специальный корреспондент Михаил Гонцов. В рамках закрытия года культурного наследия народов России и года башкирской культуры и духовного наследия в выставочном зале Музея природы и человека проходит выставка Мираз. Она представлена экспонатами из фондов Сибайского историко-краевического музея Республики Башкортостан. Мероприятие проходит в рамках межрегионального форума «Грани наследия». Звучит одна из самых древних башкирских мелодий. Ильдар Тангатаров играет ее на национальном инструменте курай. Уже несколько дней в Музее природы и человека особая обстановка. Здесь можно и чаю попить с национальными сладостями, и познакомиться с этнографией, бытом и декоративно-прикладным искусством башкирского народа. А еще посетить мастер-классы, видеоэкскурсии и этнолектории. Мы должны показать свою богатейшую культуру, российскую культуру, культуру народов нашей страны. И противостоять вот этим западным лжеценностям, которые нам преподносят с экранов телевизоров, с виртуального мира, мира интернет. И я думаю, что даже действие в настоящее время пушкинской карты, которая именно ориентирована на молодежь, она делает все для того, чтобы наши отечественные ценности культуры, они воспринимались, они воспитывались на примерах наших героев, на наших традициях. Имеющие историческую ценность редкие предметы собраны в разделе наследия веков. Здесь есть даже старинный ткацкий станок кочевников, основу которого составляет настоящий конский голос. О том, как жили люди в 50-е и 60-е годы прошлого века, можно узнать, посетив раздел «Убранство жилища башкир» и «Предметы быта в послевоенные годы». Немало башкирий и резчиков по камню, бронзовому литью, дерево. Изделия мастеров можно увидеть в разделе «Современное декоративно-прикладное искусство». Мы знаем, что хатномасийск представлен 120 народами и национальностями. И сегодня, когда уже идет вот эта ситуация, специальная военная операция, так скажем, когда нас пробуют на зуб, так скажем, на наш интернационализм, нашу внутреннюю культуру, как мы схороним свои традиции, обычаи, память предков, военно-патриотизм, российский дух. Благодаря Югре, столице, Музею природы и человека, мы сегодня с гордостью показываем эти музейные традиции. Я очень довольна, что сегодня такой этнический музей. Еще же несколько дней будет идти. Я даже позвоню своим знакомым и своих детей, это приведу, еще раз приду. Между Сибайским историко-краеведческим музеем и Музеем природы и человека был подписан договор о сотрудничестве. В следующем году с ответным визитом в Сибай отправится наша делегация. Она представит выставку «Мы с священной собаки». Жители Башкортостана смогут познакомиться с уникальной культурой народов Крайнего Севера. Михаил Гонцов, Антон Ракитин, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Рейшев. Всего доброго.